Привет друзья! Сегодня мы с вами отправляемся в Чайна Таун. Мы не в Нью-Йорке, а на Тенерифе, но Чайна Таун у нас тоже есть. Мы едем в местечко Лос-Чефирос. Здесь собраны самые большие и полезные магазины юга острова. Вот мы приехали в магазин, который называется Чайна Таун. Сейчас мы найдем место на стоянке. Вот здесь, например. И покажем вот этот огромный китайский магазин. У нас на Канарских островах таких очень много, но этот самый большой. Мы идем в магазин Чайна Таун. Вот это все магазин, магазин, магазин. И он очень длинный и глубокий. На самом деле здесь Чайна Тауны повсюду. Вот еще один магазин, в котором тоже открыта уже новогодняя торговля. Но это другое. А мы снимаем сейчас еще. Сейчас поворачиваемся. Вот он, необъятный. Чайна Таун. Китайцы очень активно осваивают рынок Канарских островов. И вот здесь вот на входе приглашают всех. На всех языках. И на русском в том числе. И так мы входим. Мы одели маски, поэтому звук такой отвратительный. Ой, сори. Здесь обязательно нужна вот эта процедура. Кинай, кинай, ты их май водра. Окей. Вот сейчас мой рюкзак забрали. Чтобы я тут что-нибудь не сперла. Спасибо. Спасибо. Это обязательная процедура. И только в этом магазине. Но зато здесь есть прямой доступ ко всем вещам. Все можете потрогать, пощупать, взять в руки. Вот это, например, семена, которые продаются за евро 89. Вот я вижу на броке, на капусте. А тут уже сувениры, которые стоят копейки. Вообще-то не копейки, а 6 евро. 6,29. А это рождественские украшения. Таблички. Таблички, это все сувениры. Они стоят здесь недорого. 3 евро. Ну так вот по 3 евро, по 2 евро. И ты выходишь и набираешь товаров на 100, на 50. И сумма получается очень значительная. Вот здесь вот посуда. Причем она такая прикольная. И все хочется купить. Вот эти вот, смотрите, какие лубочные штучки. 2,89. А вот такая сувенирная держалка для салфеток. Прекрасные сувениры. Смотрите, какие дизайнеры. Ну это просто. 2,29. Вот какие пиалочки за 2 евро. Ну в общем, тут столько всего, что я вам сейчас буду показывать кое-что. Только немножко. Вот, пожалуйста, тут еще и мебель. И посуда. Это чашки с ложками. Вот видите, чашка и ложка. Вот такой дизайн, например. Может купить кому-нибудь в подарок такую прекрасную чашку. Все можно ощупать. Все можно трогать. Ну вот еще сувениры, сувениры, сувениры. Кто интересуется машинками, а вот, пожалуйста, машинки, велосипедики. В общем, всякие игрушки. Вот еще сувениры. И так вот магазин выглядит примерно вот так. И вот этих рядов тут очень много. И в эту сторону короткие. В эту сторону очень длинные. Можно ходить вот туда, сюда. В общем, тут заблудишься и ничего не найдешь. Вот эти всякие посуды. Вот эти всякие штуки. Просто даже не знаю, что мне тут купить. Я не люблю этот магазин из-за обилия товаров. Это просто невозможно. Здесь что-то выбрать, увидеть. Вот, смотрите, элефант. Видите, какой симпатичный. Или вот Будда. Да, вот еще белоснежка. И прочие гномы. Вот еще тут, видите, сколько тут целый ряд этих Будд. Это фонтаны, украшения. Вот сова. Я думаю, что внутри там что-то есть. Что там есть внутри. Ой, она тяжелая. Но там сидит другая сова. И что она делает? Не знаю. Ужасно тяжелая. Лошади. Вот слон. Слон это 18 евро. Ужасно дорого. А вот сова. Она стоит, знаешь, сколько? Тридцать девять. А, ну, такая тяжелая. А эти вот легкие Будда. Спящие Будда. Ой, что только нет, боже мой. Это детские игрушки, похоже. Вот тут уже пошли пледы. Так, тут вообще чемоданы какие-то с глазами. Так, ну а вот пошли картинки. Вот что хочешь. Вот, например, Орхидея. Вот огромная картина. 22 евро. Вот тут интересный вариант размещения открыток в таких рамках. Кто собирает открытки, или кто хочет повесить открытки своих родственников, просто всякие варианты. Ну, просто всякие. Они все стоят 10 примерно, 11, 12, 9 вот эти. Вот лав, сколько? 8 стоит. 8,69 вот лав несу. Это вот такой раздел называется Фотос Куардус. Фотос энд Пикчерс. Вот волна. В море волнуется раз. И такие же есть, но уменьшены. То есть тут все картины есть такие большие, потом поменьше, поменьше и разные. Фламинго чудесный. Сы, какая красота. Красота. Картины закончились. Теперь пошли ряд фотографий. Ну и различных рамок для фотографий вот так. Это не фотографии, это рамки. Вот альбомы. В общем, тут все. Рамки стоят от одного евро до трех-четырех евро. Вот в моей фэмилии, пожалуйста, какая чудесная рамка. Дальше пошли зеркала. Вот зеркала. И мы тут в этом зеркале прекрасно выглядя. Об этом мы еще стройнее. Надо зеркала выбирать по стройности. Так, ну что, мы перешли в раздел грилей. Раздел сковородок. Крышек. В общем, всякий разный. Вот даже такие есть. Если кому-то нужна такая огромная крышка за 18 евро. Вот тут я перешла в раздел сантехники. Теперь места для хранения. Любой размер. Любой. На колесах, без колес. Вот тут огромная 31 евро. Так, вот ёршики. Прекрасно. Сколько стоит? Один. Один 59. Вот ёршики в упаковке. 2 59. Разные емкости для мыла. Кубрики, штучки. Вот эти ситечки просто я так бы все их купила. Формы для печенья пошли. Ну это целый ряд. Так, значит, маленькая 3,29. Сердечки 3,89. Ну в общем, если вы любите печь, то вам вот сюда. Так, и это кухонная утварь всякая. А и не только кухонная. Всякие подвесочки. Вот это для ложечек вилочек разная. Вот этот молочник 4 евро. Это все для ванны. Розовенькие. Вот сиреневые, если вам надо. Так, ну цены. Давайте смотреть. Ой, это вообще невесомая штучка. Все рационационно. Ну я вам скажу, 2,89. Вот эта шторка для ламны. 180 на 180. 7,89. Так, вот этот коврик. Мягкий, мягкий. А, просто обалдеть. Тоже 8. Вот этот, который лучше стирается. Тоже 8. Ну тут еще разные штучки сзади. Вот это даже в таком же цвете для туалетной бумаги. Кто любит черное, даже есть черное. Все, то же самое, но в черном цвете. Но это для таких стильных ванных комнат. Да, я люблю все белые. В белом цвете здесь тоже все есть. Все, пушистые коврики. Ой, они просто пушистики. Ценочек не вижу. А, вот так вот. 17. Так, штанги. Так, горшки. Все, тут ведра. Я не прошла даже третий магазин. Тут швабра. Боже мой, сколько вето. Ребята, сколько тут разных швабер. Другой вариант. Другие швабры. А швабер тут просто море. Маленькие, большие, тонкие, толстые. Вот маленькая 2. По 79. Вот палочки. По 1. 79. Ну, не забывайте, что это все евро. Сушилки. 15. Маленькие. 14. 32. Нет, здесь высокие цены. Ну, это самые первые китайские чайные тауны. Здесь цены сначала были безумно низкие. Но потом все менялось, менялось, менялось. И сейчас мы были в другом чайной, ну, не тауне, так называемом, но тоже в китайском. И дешево. Вот это все корзинки. Боже мой. Захочешь и ни с чего не сможешь выбраться. Ящички. Цветочки. Боже мой, куда я пришла? Я вообще не знаю уже. Я уже заблудилась. Тут теперь вообще никого мне не найти. Ой, так это, я думал, подсвечники. Да, лягушки. Какие-то головастики. Так, и сколько это прелесть? 9 евро, тем не менее. 9,89. Вот и кот такой же. Ой. Кот напугал. Все, пойду сейчас поближе к электронике. Вот химическая, бытовая химия, пожалуйста. Вот. Вот средства для мытья стекла. За 2 евро. Тут еще есть порошки. За 9 евро. Вот такая огромная. Так, а я хочу найти своего мужа. В этом магазине я потеряла мужа. Просто не знаю, где искать. Так, это все. Тут термосы, чашки-лышки для детей. Тоже, ну, опять какие-то тарелочки, кондюбочки, крышечки. Так, если вы думаете, что это стекло, то это нет. Это пластик. 8,89 центов. Наконец-то. Вот он. Нашелся. Видите, какие полезные вещи здесь есть. Всякие колесики для чемоданов, для всяких стульчиков, веревки. Вот эти. Так, вот эти подложки под посыпку. Вот эти-то нам подошли. Вот инструменты. Вот мужчинам всем очень интересно будет. Вот инструменты. Вот отвертка. Сколько стоит? 8,89. Так, ну, вот видите, что тут. Отвертка. Для евро. Вот молотки. Кто хочет молоток? Кому-то нужен молоток? Боже мой, он тяжеленный. Не скажешь, что это китайский. 8,89. Боже мой, всякие гвоздики. Итак, вот, пожалуйста, два ряда. Это для штур. Это знаки солида. Так, это велосипеда. Телектрика. Электрика. Теланта. Всех размеров. 4 евро. Здесь работают настоящие китайцы. В общем, ничего я тут не нашла. Я уже устала. Ой, все, я заблудилась. Тарелки, подносы. Боже мой, что тут только нет? Вот, пожалуйста, такой подносик мне нужен. Ну, не здесь. Да, стоит 2 евро. Так, вот эти отжималки для цитрусов. Просто какие хуже. Вот автомобильный раздел. Чехлы на руль, чехлы на сиденье. Вот есть 22,89. Все-таки просто вот коврики для машины. Так, все. В конец-то. Мы пришли. Нам надо держалку для машины. Это для айфона. USB. USB-C, USB. USB-C. Ну, как им не надо. Надо в микро-USB. Микро-USB Type-C. Очень нужные вещи. Ну, тут все закрыто. Все надо с продавцом. Всякие-всякие адаптеры. Так, мышки, мышки, мышки. Бесприродная мышь. Wireless Mount. 11 евро. Фены. Don't open. Ну да, здесь такое отделание, которое в основном дает тот, кто за кассой. Поэтому здесь большая очередь. Вот это утюги. А вот это, видите, что? Вот эта штука, и можно почистить утюг. Когда тут пригорело, можно тут потереть и очиститься. Стоит 4,89 и 5. Вот здесь за 5. Это антикальк внутри утюга. Думаю, что мне такое надо. Если бы не лететь самолетом, то, конечно, обязательно бы купила. Вот удочки. Интересуется 20 евро. Спиннинг, наверное, да? Какие-то водные фильтры. Помпа. Да, вот можно даже шарики купить. Игральные кости. Так, переходим к держалкам телефонов. Ну да, так много. Вот чехольчики уже. Разные чехольчики. Наушнички. Ну и тут, скажем, вот эти, это 19 евро. Ну тут надо все это разбираться, читать, смотреть. Это для удочек, катушки. Вот видите, 34. Ничего себе. Такая очередь. Я могу так подняться. Вот так мы едем, едем, едем. А на втором этаже, вы видели, мы никогда туда не ходим. Но здесь есть второй этаж, на котором вот так много одежды. И там-то открыто. Боже мой, мы никогда здесь не бываем. Это супер. О, вы только посмотрите. Это же невозможно. Откинуть взором. Вот видите, детская площадка. Кафе. Так, вот здесь туалет, я так подозреваю. Вот так я вам покажу тут наверху. Подушки туда-сё. У меня уже кончился заряд камеры. А я еще не обошла даже половину магазина. О, здесь еще один зал, который я хотела показать. Но уже заходить я в него не буду. Какой дед малый. Какой дед малый. Ставьте лайком и подписки за мои труды. Пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok